Привет, привет, друзья, психотел. В эфире Юлия Юрьева, Александр Фанншмидт, психолог и теолог. И сегодня, я так подозреваю, мы с вами будем по разные стороны баррикад. Посмотрим. Интересно и прикольно. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Итак, мне интересно узнать точку зрения теолога, точку зрения теолога, а в фразе из Библии «Будьте совершенны». И там даже есть образец, как именно нужно быть совершенны. Как именно там нужно быть совершенны. Будьте совершенны, как отец ваш. Совершенны, да? Там был, да? Очень просто. Очень. Поскольку я психолог, у меня сразу поднимается очень много эмоций, мысли. И вот я готова вам накидать то, что поднимается у меня. И, конечно же, очень интересно послушать вас. Значит так. Это очень похоже на некий перфекционизм. На то, что, ну, даже круче, наверное, чем купить с отличника, я не знаю. То есть, ну, будь идеальным. Будь идеальным. Понятное дело, что никто никогда этого не достигнет. И, соответственно, ты уже изначально просто обречен на провал. Потому что, получается, вот сейчас какой ты есть, ты, в общем-то, не очень. И, кстати, по этому принципу живут очень много людей. То есть, ты вот такой, как ты сейчас, ты не окей. Вот когда ты станешь вот таким, вот тогда ты заживешь. Ну, поскольку мы заранее знаем, что вот таким он никогда не станет, то, соответственно, все вот это вот карабканье просто обесценивается. Получается, что человек идет, бредет, карабкается, старается, надрывается. Всегда при этом не удовлетворен собой, поскольку он еще не достиг. Он еще недостаточно хорош. Вот, и, соответственно, чувствует он себя так себе. Он может пережить выгорание. Даже, не знаю, даже, возможно, и кризис, наш любимый кризис. То есть, смотрите, в этом всем еще есть очень много тревоги. Потому что, ну, опыт показывает, что обычно совершенным, идеальным и эдаким пытается быть человек, которому, ну, как, родители навесили в детстве. Что ты должен, 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 должен. Вот, и вот когда ты все вот это сделаешь, может быть, мы будем там это вы. А может и нет. Может, посмотрим еще чего-нибудь там тебе навесим, какие-то требования. Вот, и получается, человек постоянно живет в напряжении. И в такой тревоге, потому что, ну, удовлетворения постоянно нет. Он не знает. Он не знает, будет ли он иметь то, что он хочет. Вот, ну, на самом деле, очень грустная история, серьезно. И тоже включается, конечно же, вина и стыд. Стыд – это, ну, обычно, это такая эмоция, которая связана, на самом деле, со страхом отвержения окружающих, окружающими. Как говорят. Вот. И получается такой букет. А вина о том, что я недостаточно, я не дотягиваю, я ведь не дотягиваю. Это два очень достаточно токсичные чувства, в которых совсем не хочется плавать. Вот. Итак, всегда недоволен собой, да. Мало того, в какой-то момент, скажем, например, представим себе, очень старательный человек, который действительно искренне хочет быть совершенным, достичь идеала. Он старается, он честно видит, что он не дотягивает. Он старается, 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 старается. И потом однажды он может просто остановиться и сказать, а какой смысл в том, что я делаю? Ведь я, ну, все равно не могу достичь этого. Вообще смысл мне тогда двигаться в ту сторону, если никогда финиша я не увижу. Медаль я эту не возьму, я не смогу быть идеальной. То есть и такая есть опасность, так, что еще я уже почти все. То есть много страха, боюсь и шеветься. То есть вот он, я держусь, держусь вроде, да. То есть такой букет, такой букет, конечно, благоухает. То есть я стараюсь, я держусь, держусь, держусь. Потом что-то случилось, я сорвался, да. Или я боюсь сорваться тоже. То есть очень много напряжения. Плюс столько быть совершенным. Это не делать того, не делать того, не делать того, того, того не делать. А, соответственно, давайте сейчас прям все вместе постараемся не думать о белом медведе. То есть как только начинается действие, есть противодействие. Я вообще к шоколаду абсолютно спокойно отношусь. Ну, когда был определенный период, когда нужно было какую-то профилактику организма сделать, и мне велено было не есть шоколада. Как-то это зазвучало как-то по-другому в моих ушах. И что-то вдруг захотелось шоколада. Это такая вот власть, как это сказать, сила ограничений. Да, то есть получается, когда насчет будьте совершенным, ну, там, ребят, хочешь не хочешь, но включаются мысли того не надо делать, и того, и того, и того не надо, и этого я никогда не смогу, и так далее. И тут тоже куча напряжения в этом месте. Куча напряжения. И чем дальше, тем как-то все печальнее выглядит. Естественно, идет разочарование в себе, потому что если я человек честный, если я откровенна с собой, да, и я вижу, что я, скажем так, стараюсь прийти к этому идеалу, я вижу, что у меня не совсем получается, да. Ну, тогда, получается, есть и разочарование. Мало того, это и нарциссизмом попахивает. Если человек действительно замахнулся, извините, на то, чтобы быть совершенным. Ведь, да, да, так, что еще? Ну, естественно, представьте, получается, в принципе, идея человека, который стремится, претендует на то, чтобы быть совершенным, это вот, ну, значит, я, ну, как, вот сейчас какой я есть, я не такой. Вот когда-то там я стану тем, каким надо. Соответственно, он просто живет с мыслью, постоянной мыслью, что я не такой, я недостаточно, я, ну, просто недостаточно. Много напряжения, может быть, много зажатости, потому что под контролем нужно держать, ну, фактически все. Ну, обычно вот так он выглядит, да, вот. Ну, наверное, все, наверное, то, что... А, ну, немножко сюда приплетем психоанализ, совсем чуть-чуть, потому что, ну, вот как это видится, так, получается, если есть суперэго, да, которое отвечает за правила за верхнюю, так сказать, за лучшую часть, нашу лучшую часть, за социальную сторону, да, нашей жизни, есть эго, которое наше внутреннее, и есть биологическая часть такая вот, ид, да, это не только про то, что вот секс, нет, ну, это, в принципе, та часть, которая имеет связь с нашим телом, отвечает за наши природные какие-то потребности, да, за жизнь, в конце концов. Такое, получается, супер, в таком случае суперэго просто огромное, такое, как тыква, вот, и оно давит, и просто все остальное задавит. И тогда про какой баланс можно говорить. Вот это мои мысли на тему «Будьте совершенны, как сам Бог». Супер. Ну, как сказать, что сказать, прекрасный пример того, когда мы берем цитату из Библии, такую красивую, яркую, цельную, и выдергиваем ее из контекста. Вот ничего другого, как бы, ожидать и не приходится, потому что есть здесь две вещи, по крайней мере, две вещи. Вещь номер один – это, собственно, контекст самого вот этого высказывания, потому что оно появляется не в воздухе, да, у нас ничего в Библии вообще в воздухе не появляется, у нас есть длинные-длинные разговоры. Внутри этого разговора между Богом и Творением есть определенные какие-то фазы. Значит, Евангелие от Матфея, пятая глава. Соответственно, опять же, нужно правильно, как сказать, обозначить, сначала хотелось сказать ограничить, но лучше обозначить границы. То есть, на самом деле, с пятой по седьмую главы – это у нас одна большая, так называемая, Нагорная проповедь. То есть, Иисус поднимается на гору, и оттуда Он вещает. Он дает несколько очень важных посылов, которые, на самом деле, очень хорошо параллелятся. То есть, они схожи, подобны тому, что Иисус, что, пардон, Моисей произносит или получает на горе, на Синае. Поэтому вот Нагорная проповедь начинается не десятью заповедями того, что надо делать или не надо делать, а начинается она заповедями блаженства. Блаженные, что у нас там, нищие духом, ибо их есть Царствие Божие. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны минотворцы, ибо там, и так далее. А потом у нас есть обсуждение, собственно, как в 21, 22, 23 главе книги «Исход», то есть это все вот та самая Синайская история. У нас есть там такой case studies, то есть у нас есть пример прецедентов. И здесь у нас то же самое. Начиная с 21 стиха 5 главы, Иисус говорит, вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду, а я говорю вам. Он дает свой комментарий. Дальше у нас есть 27 стих. Вы слышали, что сказано, не при любодействии. Дальше комментарий. Соответственно, если кто хочет развеститься, разводиться с женой, пусть даст ей развод, но я говорю вам, кто разводится, и так далее. То есть есть набор заповедей, и постепенно-постепенно, вот к 43 стиху 5 главы мы подходим к очень важному моменту. Как бы, потому что потом в 6 главе мы перейдем на тему молитвы, мы перейдем на тему милостыни, мы перейдем на тему поста. Как бы вот уже некие такие, мы будем обсуждать некий набор ритуальных действий, скажем так. То, что они ритуальные действия, не делает их плохими. Я знаю, что в современном таком вот, особенно, как сказать, в евангельском христианском пространстве, как ты только скажешь слово «ритуал», все сразу, что-то плохое такое. Нет, ну наша жизнь в принципе ритуальна. То есть даже она может быть связана с духовностью или не связана с духовностью. Я очень надеюсь, что у большинства людей есть некий утренний ритуал. Встать с кровати, почистить зубы, одеться более или менее прилично, как-то перед этим сполоснуться. Потому что если этого ритуала нет, то пострадают окружающие, которые будут нюхать то, что от вас там исходит. И пострадают ваши зубы, которые постепенно начнут выпадать. Потому что им такое как бы хозяйское устройство не подходит. То есть это к тому, что вот ритуальная жизнь, это обычно нормально на самом деле. Здравствуйте, здравствуйте. Это тоже нормально. Да. Так вот, вот перед тем, как мы переходим к неким ритуальным действиям, у нас есть заключительная фраза. Заключительная фраза, которую обсуждает Иисус, это, значит, 40-30, пятая глава. Мы все еще в Евангелии от Матфея. Вы слышали, что сказано? «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Значит, на самом деле здесь есть две части. Одна часть «люби ближнего твоего» это цитата. Это цитата из книги Левит, из 19 главе. А вот «ненавидь врага твоего» такой цитаты толком нет. Поэтому, скорее всего, это было как бы логически выведенное учение, некое раввинистическое учение на тот момент. Потому что, если тебе сказано «любить ближнего», то, скорее всего, логически это подразумевает, что врагов надо ненавидеть. Окей? И обсуждая эту тему, Иисус говорит дальше. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Тогда да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу своему всходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных». И дальше у нас есть два стиха, два блока таких вопросов. «Ибо если вы будете любить любящих вас, то какая вам награда? Потому что то же самое делают мытари. И если вы приветствуете только братьев ваших, то что вы делаете особенно? Потому что так поступают и язычники». Итог. Итак, будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный. Вот и все. То есть на самом деле речь идет об очень ограниченной вещи. Речь идет о том, что мы призваны строить отношения как с людьми, которые к нам хорошо относятся, так и не разрывать отношений, по крайней мере, насколько это возможно с нашей стороны, с людьми, которые к нам относятся враждебно. Физически, эмоционально, психологически. Это не значит, что нам надо им потворствовать. Но речь идет о том, что мы можем так или иначе проявлять Божью любовь по отношению к людям, еще раз, которые относятся к нам враждебно. Как? В данном случае. Это не описано. То есть каждая ситуация решается по-разному. Иногда это может проявиться, и любовь может проявиться в открытом противостоянии. Для того, чтобы помочь человеку понять, насколько он увяз в грехах. Иногда может быть нужно спустить на тормозах. Иногда за той болью и атакой, которую вы видите вот у человека, находящегося напротив вас, может быть подумать, что есть какие-то глубинные причины. И проблема даже не в том, что на поверхность. Проблема не в том, что вы что-то произнесли, а то, что вы произнесли на самом деле, спровоцировало реакцию, которая копилась много лет назад. Потому что так говорил, не знаю, его сосед, пьяный. И так далее. То есть оно вообще не с вами связано. То есть вот в этой любви Божьей, которая нас питает, можно найти способы сохранить отношения и таким образом развернуть человека к Богу. Это одна очень важная вещь. Это контекстное мышление. То есть еще раз, когда вы что-то читаете из Библии, нужно смотреть в контекст. Вот в контексте чего это сказано. Вторая очень важная вещь. Слово совершенный. В общем-то достаточно много трех. Во! Во! Вот мы приходим к очень важной вещи. Дело все в том, что у вас в речи сразу же прозвучало. Совершенный значит идеальный. Я не уверен, что речь идет об идеале. Речь идет о том, как в совершенстве своем проявляет себя Отец и поэтому Отец Небесный. И поэтому Он является примером для подражания. И здесь мы оказываемся в... Вот как бы нам нужно выбирать две в общем принципиально разные дорожки. Чаще всего понятие совершенства вот тут мы как бы параллелим это с идеалом. У нас происходит из греческой философии, где все абсолютно красиво, где все абсолютно правильно с какими-то решениями и вообще Бог представлен как недвижимый движитель. совершенная фигура в греческой философии это круг, где вот все равно удалено, все тихо и спокойно и когда мы смотрим на круг, то у нас практически нет развития. Когда мы говорим о совершенстве Божьем, то его совершенство представляется с геометрической точки зрения не в виде круга, а в виде квадрата. То есть у нас квадратная по площади и кубическая по структуре святое святых, где находится ковчег завета, где прибывает Бог. У нас по прямыми углами движется вот это то, что видит Иезекииль в первой главе, там есть ковчег такой вот завета, где явлено присутствие Божие с четырьмя херувимами и они движутся всегда не подрезая как бы углы, а только под прямыми углами. И таким образом у нас есть идея движения, у нас есть идея развития постоянного. Поэтому библейский текст подразумевает ваше развитие, а библейский текст наоборот подталкивает вас к тому, что вы делаете сегодня и можете делать завтра и можете развиваться еще больше и сегодняшний уровень хорош для сегодня, а завтрашний будет хорош для завтра. Поэтому совершенство, которое являет нам отец, оно не капсульное такое законсервированное совершенство, а это совершенство полноценности нашего развития. И в этом смысле у нас есть пример отца и сына и сына, который умирает за людей восставших против Бога. Вот и все. Понятно, что мы, будучи пораженные первородным грехом, мы этого не достигаем. Но в данном случае это призыв, а не столько планка. Вот как-то так. Окей, тогда в вашем понимании быть совершенном, это что делать или не делать, хотя бы примерно или непримерно. Ну, непримерно, да, то есть у нас есть, вот конкретно здесь у нас есть пример отца, который поднимает, отца небесного, который поднимает солнце, значит, над как злыми, так и добрыми. То есть у нас есть люди, которые честно, вкалывают и честным образом зарабатывают свой хлеб. Есть люди, которые там на стройке, на пашне, в бизнес-офисе, в школе, в больнице, где бы это ни было, да, пытаются приобрести что-то за счет других. Да, то есть твой сосед сделал открытие, а ты публикуешь научную работу и говоришь о том, что это твое. Тем не менее, вот в своем совершенном величии Бог настолько милостив, что солнце светит и на того, и на другого. Это не значит, что не происходит определенного морального суждения или осуждения тому, кто поступает неправильно. но мы можем как бы вот свои такие, скажем так, отблески благодати проявлять и на тех, кто, как нам кажется, достоин нашего доброго проявления, так и, как, опять же, нам кажется, и недостоин. То есть, правильно ли я слышу? Имеется в виду, что хорошо относиться к окружающим? Хорошо относиться к что? К окружающим. К людям, которые... Да, мы относимся к окружающим, потому что они часть Божьего творения. Поэтому это не мы являемся тем Богом, который выносит окончательное осуждение. Поэтому совершенство в данном случае проявляется в том числе в том, что мы вот относимся к ним с той благодатью, которая нам дорога. И еще что-то? Или только этого касается? Ну, это самое главное. Это самое главное. Это самое главное. То есть, еще раз, здесь же в данном случае речь не идет о вот как бы конкретном столкновении греховных отношений. Речь идет о том, что есть люди, которые в принципе, ну вот, еще раз, враждебно к нам относятся. Вопрос в том, как нам, что нам надо сделать для того, как понять ситуацию так, чтобы из раздела как бы врагов перевести их в раздел тех, кто, на кого может быть проявлена Божья любовь. Потому что враги и свои, да, вот это всегда такое деление. Это даже не просто социологическое деление на мы и они. То есть, это более жесткое отстраненное деление. Есть враги, есть как бы наши, есть враги, которые там. Но потом дальше, развивая эту мысль, апостол Павел говорит очень интересную вещь. Наша война не против плоти и крови, да, она против неких идей, поэтому мы пытаемся обратить людей к Божьей любви. Вот и все. А если мы будем относиться к ним враждебно, вот как это делают язычники, то разницы между нами и язычниками не будет никакой. Как технически выглядит, хорошо относится к другим, особенно к тем, которые поступают по отношению к нам под лоб. Опять же, возвращаемся сюда, смотрим 44 стих. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих и гонящих вас. Да? Например, апостол Павел сидит в темнице, вместе с силой они, по-моему, там сидят, это у нас деяние, что-нибудь типа 16 глава. Они не ругались на того, кто, ни на тех, кто их посадил, ни на тюремщика, который был там. Вместо этого, сейчас посмотрим, деяние у нас что-нибудь типа 16 глава. Да? Соответственно, значит, они воспевали псалмы, да? То есть, они пели, прославляли Бога, и когда совершилось землетрясение, и, значит, соответственно, узы все опали, и можно было бы бежать, опять они не бегут, они не делают, потому что понятно, что человек, который темничный страж, он бы оказался под судом за то, что у него убежали все преступники. вместо этого они ему свидетельствуют, и он приводит их домой, он крестится, вся семья его крестится, то есть, они оказываются в завете с Богом, благодаря вот такому поведению, хотя темничный страж, я не думаю, что перед этим он очень нежно к ним относился. Это был нормальный тюремщик, как бы с ним понятно, как он себя ведет. Можно, ну, мы не знаем точно, но мы можем с достаточной долей вероятности предположить, что он был просто нормальный тюремщик, затолкал их в темницу, закрыл за ними дверь, и все, и не сильно волновался о том, а свежая у них солома в матрасах или нет, или не отгонял крыс, которые бегали по полу и так далее. Но они ведут себя иначе, и их радикальное, вот это радикальное поведение, вернее, такая вот радикальная разница в поведении между обычными язычниками и теми, кто исповедует Христа, вот она привела его и весь его дом ко спасению. Вот вам конкретный пример. А применительно к нынешней жизни? К нынешней ситуации. Я могу рассказать другую историю, отчасти похожую. У меня в церкви был прихожанин, который после японского плена Второй мировой войны поехал обратно миссионерствовать там. Ему было не очень весело в Японию в плену. То есть понятно, что можно сказать, ну, типа, не надо было идти воевать. Ну, когда ты под присягой, там, как бы, у тебя выбор не сильно большой. И он был не убит, он оказался в плену. Вообще, вот, как бы, люди, живущие там, на Дальнем Востоке, японцы, китайцы, монголы, вьетнамцы, ну, и так далее. Я тут не хочу никого там пальцем тыкать, но они умеют сделать жизнь очень сложной, когда человек находится в плену, мягко говоря. И тем не менее, вот, та любовь Божья, которую он пронес даже тогда, когда он вернулся сюда, восстановил здоровье, как бы, поднастроил свои теологические знания, он поехал обратно, занимался миссионерской деятельностью. Вполне успешно, кстати. получается, совершенными могут быть, лишь один из. Ну, вообще, как бы, мы же понимаем, что мы входим через узкие врата. То есть, это не массовое потребление. Но это в каждой, нет, ну, бросьте, как бы, в каждой конкретной ситуации человек принимает свои какие-то самостоятельные решения. Это не всегда выглядит настолько глобально, что нужно ехать ими и благовествовать своим бывшим учителям в тюрьме. Не обязательно. то есть, это делается на микроуровне, когда, еще раз, там, кто-то в очереди ругается, вместо того, чтобы ругать обратно, да, можно обернуть это в шутку. Можно как-то подумать, еще раз, о том, как помочь человеку, потому что люди ругаются обычно не потому, что им хорошо, а потому, что им на самом деле плохо. И чаще всего эта ругань связана, скажем так, вот, еще раз, не с поверхностными вещами, а что-то вылезает более глубинно. Это все. И в данном случае даже, как сказать, скажем так, географически отстранившийся человека, даже если вы не находитесь близ, вы можете за него молиться, обращаясь таким образом к тому самому отцу, который будет проявлять свои совершенные качества. И это очень важно. И когда мы начинаем молиться за людей, у нас происходит внутренняя перестройка, потому что мы относимся к ним уже как к тем, кто, ну, с нашей точки зрения, нуждается в нашей помощи. А, соответственно, это не враждебное отношение. Это попытка помочь теми средствами, которые доступны. В данном случае молитва или благословение и так далее. Да? Так. То есть, еще раз, совершенство, совершенство, просто не надо его путать с идеальным поведением согласно тому там моральному кодексу, который у нас есть на данный момент. Речь немножко не об этом. Речь идет о том, что Отец Небесный являет нам пример того, кто равноценно любит своих на данный момент послушных детей и непослушных детей. И, соответственно, являя его образ, мы по-доброму относимся к людям, которые по-доброму относятся к нам сейчас и не очень по-доброму относятся к нам сейчас. Все? То есть, это больше про некую внутреннюю некую внутреннюю незыблемую стержень. Да? Про внутренний баланс. Да? Настолько, что какие-то внешние воздействия не могут расшатать. Ну, в общем и целом, да. То есть, мы как-то говорили об этом, когда, я не помню, это было вот в этой жизни или в жизни, когда это было на это самое, на радио, когда мы говорили про пощечины, да? Подставь там, значит, когда тебя ударят, соответственно, куда? В правую щеку, подставь левую. Но ударить в правую щеку можно либо левой рукой, либо тыльной стороной правой руки. Это оскорбление, это не нанесение вреда, это просто оскорбление. Вопрос в том, как вы на это реагируете. И в этом смысле вот это параллельные вещи. И мы должны понимать, что то, что Бог дарует нам, тот, кто в нас, он больше того, кто в мире. И это вот эта укоренившаяся идея должна помочь нам правильно, не просто вот как бы зажаться там, да, вот, и пережить некие невзгоды, а пройти через вот этот темный туннель невзгод таким образом, чтобы мы вышли со светом на той стороне. Это все. Последние несколько минут, тогда, смотрите, если у человека на данный момент не получается так реагировать, нет у него внутри еще такой стабильности, самодостаточности и стержни, чтобы вот так реагировать, как вы говорите, на перипетии, да, то есть на оскорбление или еще на что-то. Что тогда с ним в этот момент? Ну, что тогда он? Он грешник, он недостойный, как бы как к нему в этот момент тогда относится Бог и что ему делать? К нему он точно так же относится, как он относился раньше, то есть за него точно так же умер Христос, как он умер, даже если бы он все это исполнял. То есть еще раз, отношение Бога к нам, если мы называем его отцом, то он относится к нам, как к своим детям. Вот в нашей обычной жизни дети вот ваши дети, мои дети, вот они всегда делают то, что мы хотим? Нет, не всегда. Они же не перестают быть детьми, мы не перестаем их любить, мы можем быть не согласны с их поведением, мы пытаемся их корректировать, но они все равно остаются детьми. Вот это огромная ошибка, такая ловушка дьявольская, и в этом смысле параллельно работает стыд и вина, потому что есть стыд за попытку отвержения, как вот правильно вы сказали, и вина за то, что получилось, потому что мы пытаемся увязать статус общения нашего нахождения во вселенной, общения с Богом, с тем, что мы делаем. То, что мы делаем, оно может доставлять удовольствие или не доставлять удовольствие Богу, ближним, себе и так далее. Это не меняет наш статус, как возлюбленных Божьих творений. Вот и все. То есть нам не надо ставить телегу впереди лошади. Мы сначала возлюблены, поэтому из этого проистекает определенное поведение. А не надо пытаться поведением достичь статуса возлюбленности. Так не работает. Это все. То есть у нас есть Божья любовь, которая нас тянет, и соответственно еще раз, из этого проистекают определенные какие-то телодвижения. Когда мы пытаемся своими делами, своим поведением, каким бы благочистивым оно ни было, читать Библию больше, молиться больше. Я уже не говорю про пожертвования, про всякие паломничества. Вообще не об этом. Даже то, что просто лежит на поверхности. Если это я буду больше молиться, тогда Бог меня будет больше любить, это искаженная логика. Мне очень жаль этого человека, потому что никогда это не будет работать. Потому что в определенный момент вы устанете, вы захотите спать, вы нарушите свой собственный график. к Бог к этому графику не имеют вообще никакого отношения. Это график, который вы себе придумали. И вы его будете нарушать, но будете мучиться из-за этого и думать, что Бог вас не любит. Вот и все. Окей, друзья. Ну, вот сегодня так. Честно, смело, откровенно поговорили на тему вы будете совершенно докатиться. Ждем ваших комментариев, мыслей, ваши эмоции и так далее. Будем рады пообщаться. Да, классно. Особенно эмоции. Смайликов понаставьте каких-нибудь. До встречи в следующем отеле. Пока. Благословения. Смайликов Смайликов